Всем привет из Подмосковья. Сегодня 22 сентября и у нас обещают выходные и в понедельник заморозки. Поэтому я решила снять ролик, пока еще все красивое, и показать свою посылку прошлого года из оптхоз. Как что подросло. Ну и давайте начнем. Первый, значит, вот туя Даника. Она медленно растущая. Ну и вообще первый сезон вся корневая будет у всех. Сначала они будут наращивать корневую, и на второй-третий сезон будут уже расти более интенсивно. Посмотрите, подросла она не очень, конечно, сильно, но заметно. Я где-нибудь в уголочке буду показывать, какие кто что был. Это сосна. Голден Глов. Она уже меняет цвет. Она будет желтенькая. Весь сезон она стоит зеленая, потом становится желтая. Осенью. Очень она подросла. Я ее прищипнула, причем, чтобы она пушилась. Это сосногорная. Теперь, значит, давайте здесь посмотрим. Это скальный можжевельник. Вырос он хорошо. Называется Moffat Blue. Вот его прирост сантиметров на 20. Я его уже подвязала, готовлю к зиме. И формирую я его, потому что прислали без верхушек, без макушек. Я его формирую прищипкой вот этих кончиков. Просто их прищипываю, чтобы шел густой. Нарастал хороший такой, мощный. Красивый. LimeGlow. Скоро он поменяет цвет. Будет он бронзовый, тоже красивый. А пока он вот такой лимончик. Вырос очень хорошо и до сих пор продолжает расти. Красавчик. Я его даже пытаюсь уже для себя укоренить. Вот здесь прикопала веточку. Ель Кейбаб. Но это вообще выросло очень сильно. У нее приросты сантиметров по 15. Хотя она невысокая должна быть. Причем я показывала. Она ведь у меня была сломана после зимы. Я ее заматывала. Все срослось и все пока продолжает расти. Вот так она уже почечки свои сформировала для следующего сезона. Можжевельник. Сейчас посмотрю. Mordigengold. Этот немножко поболел. Но вырос тоже очень сильно. Вот его приросты. Это за первый год. Их даже видно. Видите, вот они свеженькие. Сантиметров по 15. Красавчики. Монглоу. Тоже скальник голубой. И тоже я его формирую прищипкой. Пока вот такой он. Идем дальше. Всех у меня больше. Это Tuya Spiralis. Посмотрите, какая она высоченная. Она у меня выросла, наверное, сантиметров на 50. Вот она. А то, может, вы не видите. Просто красоточка. Вся такая закрученная, подкрученная. Молодец. Немножко у меня, конечно, поболело. Вот эта Tuya. Огонючек желтый. Посмотрите, как она выглядит. Это Aureskins. Выросла тоже она. Ну, сантиметров на 20. Вот его макушка у нее. Хорошая. Следующая это сосна гриффита. Ну, а это сейчас красоточка такая хорошенькая. Пятихвойная она. Очень мягенькая и красивая. Ее, конечно, весенние заморозки возвратные. Очень сильно. В общем, все вот это было убитое от прошлого года. Ну, думала, она погибла. Нет. Все. Ожила она и начала снова расти. И вот уже почки на следующий год. Красавица. Мягкая. Тоже огромный прирост. Просто огромный. Сантиметров, я не знаю, ну, 40-50. Посмотрите, какая она красивая. Желтая. Яркая. Издалека прям видно. Это у нас Туя Селанд. Селанд или как-то по-другому. Но я не знаю, прочитала так. В общем, вот такая красоточка. А здесь, я не знаю, увидим мы что-то или нет. Я-то вижу. Это голубая ель. Где-то у меня этикеточка была. Ладно, потом. А вот она. Голубая ель. Блю. Блю Монтан. Посмотрите. Вот ее прирост в 10 сантиметров. Зиму хорошо перенесла. Голубая при голубой. И такие уже почки заложила на следующий год. Растет, конечно, пока медленно. Но и говорят, что она на 3-4 год она выстреливает. Очень сильно начинает расти. Хорошая. И еще одна у меня Туя. Это Литл Джем. Что-то с ним произошло. Он болел очень сильно, но выходило. И вот уже у него, посмотрите, какой мощный прирост тоже. Это шаровидная Туя. Так что вот такой вот у меня ассортимент. Все, что у меня выросло за этот сезон. А вот и граффити чуть не забыла показать. Посмотрите, какая она стала в этом году мощная. Была такая, задохлик. И посмотрите, какая у нее мощная. Мощные какие ветки. На следующий год будет вообще фантастика. А вот Скайфолл вымахал хоть у меня и большой, но он меня не порадовал. Еще он не успел даже зацвести. Хоть и пытается, но вряд ли ему это удастся. Ну, как говорят, что это очень капризный сорт. Хочет цветет, хочет нет. Ну, и сразу вам покажу. Меня спрашивают, что такое прикоп. Все посылки, которые приходили у меня в том году, а пришли они у меня летом. Я их пересаживала из П-9, из маленького горшочка в С-3. Вот в такие горшки. Эта посылка у меня другая, из другого питомника, майская. Уже тоже сильно так выросли. Вот, это прикоп. С горшком вместе я закапываю в землю. И так они у меня будут зимовать. А весной я уже буду рассаживать, куда мне будет это нужно. И вот вчерашняя посылка, которую я показывала. Я их вот сюда разместила. Просто не так у меня много места. Обработала их вчера все. И вот они у меня, посмотрите, какие сейчас хорошенькие. Так что, вот такая вот у меня красота. Вырастает за сезон. Вот вроде и все, что я хотела вам показать по посылкам от прошлого года. И вот такая вот красота. Завтра, возможно, все это изменится. Потому что идет заморозок. За два дня может все изменить. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok